Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что значит раскованный, может ли быть человек с завышенной самооценкой раскованным? Да, конечно, человек с завышенной самооценкой может быть раскованным. Тут, правда, есть некоторый нюанс, связанный с тем, что такое завышенная самооценка. Ведь чаще всего завышенная самооценка является признаком как раз-таки заниженной самооценки. То есть тут есть, конечно, свои нюансы, на которые стоит обратить внимание. Но, тем не менее, да, это правда. Да, на самом деле, действительно, человек с завышенной самооценкой может быть раскованным. Значит, что такое раскованность? Что значит раскованность? На раскованность можно и нужно смотреть в нескольких аспектах. Со спекта внешнего и со спекта внутреннего. Настоящая раскованность – это раскованность всегда внутренняя. Раскованность внешняя не является раскованностью внутренней. Внешняя раскованность может быть следствием как раз-таки внутренней скованности. Это очень важно. Этот момент учитывать. Учитывать. Очень важный этот момент. Ну, иметь в виду. Вот. А внутренняя раскованность не обязательно может быть, может проявляться во внешней раскованности. Потому что внутренне раскованному человеку совсем не обязательно вести себя раскованно внешне. Конечно. Вот. Надеюсь, я как-то в данном случае незапутанно излагаю свои мысли. Значит, внешняя раскованность, к моему большому, к сожалению, чаще всего является результатом. Значит, да, я хотел сказать, извиняюсь, что немножечко сейчас скажу о другом, но это важно. Что раскованность внутренняя всегда связана с свободой внутренней от оценок других людей, от своей собственной оценки. Тогда как раскованность внешняя только в определенных случаях может быть продолжением раскованности внутренней. Внешняя раскованность чаще всего, именно чаще всего, если она бросается в глаза, является, к большому сожалению, именно внешняя раскованность, является следствием некой такой, знаете, демонстративности. Демонстративности, демонстрационности и способом привлечь к себе внимание других людей. Или, наоборот, оттолкнуть их. То есть, по сути дела, человек в своей внешней раскованности чаще всего преследует. Цель совсем, грубо говоря, другую. Может быть, даже не осознавая этого. Вот. Это, на мой взгляд, важно понимать, это, на мой взгляд, важно учитывать, опять же, для понимания раскованности. Вот. Раскованность – это, вот, в узком смысле слова, именно в узком смысле слова, отсутствие напряжения человека. То есть, когда мы чувствуем, что человек расслаблен, когда мы чувствуем, что человек не напряжён, когда мы чувствуем, что человек свободен от своих деятельств. когда мы чувствуем, что отсутствует какое-то вот, может быть, внутреннее, ну, внутреннее напряжение, да, отсутствуют элементы сдерживания, вот, если они, конечно, не являются избыточными, вот, если это не Хаббстер, да, если это не такое откровенно вызывающее, например, или эпопазма, эксцентричное поведение, вот. Хотя, хотя, здесь тоже очень важно, на мой взгляд, понимать, что, значит, эпопазное эксцентричное поведение, которое может, ну, которое может, в принципе, расцениваться, которое может рассматриваться как проявление раскованности не является текавым, а скорее является, вот, совсем, совершенно обратным, совершенно обратным поведением, вот, который, значит, прячет, как правило, как правило, прячет за собой, значит, страх, который прячет за собой какую-то неуверенность в себе, которые прячет за собой, как правило, какую-то, ну, какую-то, скажем так, тревогу, вот, к, ну, к сожалению, вот, что, конечно же, является, на мой взгляд, довольно, довольно серьезной проблемой. Вот, вот, пожалуй, как-то так можно вам ответить на вопрос. Другой момент, другой момент, как мне, ну, как мне видится, опять же, другой момент, как мне кажется, это момент того, почему вас это волнует, да, то есть, почему вы, как-то вот, ну, спрашиваете, об этом, то есть, вот, именно этот момент очень, очень важен, как мне видится, вот, вот, поэтому было бы очень неплохо, было бы, было бы совсем неплохо, если бы вы сформулировали для нас почему вас это интересует, вот, почему вас это интересует, чем вас это интересует, и так далее, вот, было бы очень неплохо, на мой взгляд, этот аспект рассмотреть, вот, ну, хотя бы просто, чтобы вам было, было понятно, да, если вы хотите быть раскованной, например, если вы, если вы хотите быть, ну, как-то вот, таковой, то, опять же, эм, как бы, здесь важно понимать какие-то мотивы ваши, здесь важно понимать какие-то ваши цели, да, то есть, эээ, дело в том, что эээ, то, что внешне можно назвать раскованностью не всегда эээ, свойственно для человека на самом деле, ээээ, раскованно, вот, то есть, это очень важно увидеть этот момент, вот, вот, увидеть его и, эээ, ну, я бы сказал, эээ, прочувствовать, да, эээ, поэтому, может быть, обретя, эээ, внутреннюю, эээ, внутреннюю раскованность, вы не станете эээ, эээ, раскованной внешне, и вы можете эээ, в какой-то степени испытать разочарование из-за этого, и из-за этого, потому что, ну, вам будет казаться, что, как-то, вот, эээ, все зря, вам будет казаться, что, эээ, вы ничего не добились, ведь вы не стали более, более, например, более раскованными, ээээ, более раскованными, да, внешне, вот. Поэтому, эээ, посмотрите, пожалуйста, на то, к какой раскованности вы стремитесь, если вы стремитесь к раскованности, эээ, внешне, это, эээ, скорее про, ээээ, какую-то потребность, вот, с раскованностью не связанной, потому что, раскованность не может быть самоцелью, эээ, самоцелью, вот. Если же вы хотите раскованность внутреннюю, то это, эээ, это нормально, хотят внутреннюю раскованность абсолютно нормально, потому что, эээ, без нее, эээ, без нее, эээ, без нее, эээ, ну, без нее действительно, эээ, действительно сложно, без нее действительно, ээээ, тяжело, в таком напряжении, да, довольно, эээ, довольно серьезном, и эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ это вот не то, конечно, что можно пожелать самому себе, если ты себя любишь, вот, но очень важный момент заключается в том, что внутренняя, внутренняя, внутренняя раскованность не отражает, не отвергаливает раскованность внешне. Здесь очень важно определиться с тем, как вы хотите, с чего вы хотите, вот, и, соответственно, уже дальше смотреть, вот. Именно на то, вот, в каких направлениях вы хотели бы двигаться, вот, куда, как, куда, куда и как вы хотели бы двигаться, это очень важно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере, вот, если вы хотите разобраться с собой. Очень не хотелось бы, чтобы, вот, значит, ну, стремясь с собой, чтобы быть раскованной, да, вы решали, например, какие-то свои проблемы, вот, и решали проблематику какой-то своей, ну, потребности, вот. Вот очень бы сильно этого не хотелось, потому что, ну, на мой взгляд, человек достоин большего. На мой взгляд, человек достоин большего. на мой взгляд, человек достанет того, чтобы быть свободным, а быть свободным это означает не быть таким, каким человек не быть таким, каким человек быть не хочет. Если я не хочу быть раскованным в какой-то ситуации, я не буду им, а даже если это как-то вот, ну, мне, например, допустим, ну, в том или ином случае тяжеловато. Вот, пожалуй, как-то так я могу вам ответить на ваш вопрос. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощь, если она вам потребуется. Будем рады вам ее оказать и помочь решить ваши трудности. Продолжение следует...